Всем привет! Сегодня видео из разряда что-то новенькое. Я делала опрос в ВКонтакте, в группе, по поводу того, что бы вы хотели видеть на канале, и что-то новенькое набрало меньше всего процента. То есть вы не хотите видеть что-то новенькое на канале, вам вот подавай вот разборы, разборы и разборы. А я решила, раз уж меньше всего процентов, значит будем делать. Вы знаете, что я периодически занимаюсь такой ерундой, как фингерчпокинг, фингерстайл и так далее. Пытаюсь там что-то играть, у меня очень плохо получается. Ну я пытаюсь, стараюсь, что-то там делаю даже. Вам очень зашло предыдущее видео про фингерстайл, и я решила продолжить такую вот историю. Есть, значит, такое приложение на телефоне, называется гитарная качалка. Там можно упражняться и чем-то учиться. Там есть раздел фингерпикинг. Я решила, раз уж там есть этот раздел, значит я буду его играть. Там всего пять уровней. Начнем, как всегда, с первого. Я это все дело проиграю. В конце должна получиться, наверное, какая-то мелодия. Посмотрим, что из этого получится. А далее я расскажу, что за приложение, куда и зачем. Смотрим. Итак, первый урок. Фингерпикинг. Итак, почти мелодия. Одна звезда. В этом упражнении будем тренироваться. Ну, в общем, очень удобно. Тут все видно, тут есть табулатура, все видно. Итак. Ну, я уже прокачанный, прокачанный фингерсталист. Да? Уже мы знаем, что я много чего могу. Это первый урок, это все понятно. Давайте дальше. Значит, первый урок пройден. Какие мы молодцы! Прям. Смотрим второй. Что ж там во втором-то у нас? Прям между басами. Две звезды. Смотрим, что дальше. О, усложнение. Это упражнение усложнения предыдущего. Бас остается прежним. Шестая, четвертая. Шестая, четвертая. А вот мелодия усложняется. Тьфу. Все перепутала. Вроде неплохо. Только при этом нам нужно использовать приглушку. Чтобы использовать приглушку, нужно поставить вот так руку. Наклоняем ее. И нам при этом нужно глушить только шестую, четвертую струны. Первую, вторую не глушим. Теперь мелодия. То есть у нас еще и мелодия здесь. Йопа, РСТ. Я этот сыграть не могу. Это упражнение предыдущего баса ставится прежним, приглушённая, шестая, четвёртая струны, а вот мелодия будет другой. Я тоже поняла. Я не понимаю. Если проиграть мелодию отдельно, то должно прозвучать вот так. Теперь с приглушением. Что-то очень долго я пыталась это сыграть. С приглушением буду играть ещё дольше. Ну, хотя бы два раза я сыграла. Давайте мы посмотрим, что же в пятом уроке, чтобы, блин, у нас уже окончательно что-то получилось. Мне жарко. Я не могу такое играть. Я переживаю. Это упражнение ещё больше, а у упражнение предыдущего. Здесь уже будет мелодия больше чистить. Да я уже поняла. Я больше не могу. У меня получилось это сыграть, сыграть медленно. Если посидеть денёчек, посидеть там несколько часов, то это можно легко научиться играть. По сути, я уже поняла, как это играть, но могу сыграть это только медленно. Быстро у меня не получается это сыграть, но я обязательно потренируюсь, чтобы это сыграть. Такой вот результат получается у нас от того, что мы прошли пять звёзд категории фингерпикинг. И нам как-то это помогло немножечко разобраться в этой мелодии, скажем так. Учитывая, что там и так очень много всяких разных упражнений разных категорий, я думаю, что вам стоит зайти по ссылке в описании и обратить внимание на это приложение. Сейчас я вам расскажу подробно, что же там есть. После регистрации и короткого обучения, которое можно пропустить, попадаем в раздел категории. Открываю упражнение недели. Категория будет обновляться каждую неделю соответственно. Само упражнение можно развернуть на весь экран, отметить как пройденное, добавить в раздел с повторениями. Под каждым упражнением внизу есть материалы. Попадаем в раздел повторения. Упражнение можно отфильтровать по уровням сложности от самого простого до самого сложного. В профиле можно увидеть текущий прогресс и повторно пройти обучение. Само приложение на начальных уровнях бесплатное и на данный момент доступно только на iPhone. В общем, я вас уверяю, что это приложение очень крутое. Оно для новичков вообще бесценно. Это очень доступно, это очень все понятно и очень много всего здесь. Вы как раз спрашивали по поводу упражнений. Вот в этом приложении есть куча всего, что вам может подойти для того, чтобы обучаться на гитаре. То, что вы знаете, то, чего не знаете, то, что вы хотите развить. Тут можно обучиться как аккордам, так и просто упражнениям или какие-то определенные стили выбрать для себя. Попробуйте его скачать и посмотреть, что там, хотя бы начальные уровни, потому что это действительно прикольное приложение. Да вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите, понравилось ли вам это приложение. Потому что лично мне оно очень понравилось. Все, всем пока, спасибо. И так как вы до конца не досматриваете видосы, народная мудрость. Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы. Пусть она вас нежно обсасывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!